Добрый день, селям алейкум, друзья! Меня зовут Владимир Агафонов, я шеф-повар ресторана Ирей и Хоспер Холл Эджер. Я хочу познакомить вас с приготовлением интересных блюд, разнообразить выходные свои и не привязываться к традиционным блюдам, немножко внести разнообразие в свою повседневность и сделать выходные более яркими и более насыщенными. Из дома сделать небольшой ресторанчик, скажем так. Сегодня мы будем готовить говядину. Я становлюсь на такой части, как филе. Почему? Потому что это самая нежная часть мяса. Постоянно люди задают один и тот же вопрос, как же выбрать мясо, что делать, когда мы находимся на рынке и так далее. Несколько пунктов. Самые простые, их легко запомнить. Цвет мяса должен быть естественный, он должен быть не темно-красного цвета, что характерно для старой говядины. Соответственно, запах приятный, молочный. При нажатии мясо должно быть плотное, оно не должно как-то проваливаться. Ну и, конечно, без доли юмора мы не обойдемся и скажем, что, конечно же, должен быть обладать симпатией продавец, с которым вы познакомились и с которым хотите завязать какие-то торговые отношения. То есть это обычные человеческие качества. То есть он должен быть опрятный, улыбчивый. А если он вам в чем-то поможет, допустим, подсказать что-то для тушения, что-то для жарки, например, та часть мяса для шашлыка, то это вообще цепляйтесь, как говорится, руками за этого человека и, в общем-то, поддерживайте всегда с ним отношения. Вот, говядина. Основное блюдо – это будет у нас мясо. Параллельно мы будем делать соус и параллельно мы будем делать подгарнировку. Все это будем делать параллельно, что уменьшит у нас время, которое так важно и необходимо в наши выходные дни. Вот филе. Мы его зачищаем от пленок, от всяких посторонних сухожилий, если они присутствуют. Ну и жир. Жир – это на ваше усмотрение. Кстати, хочу заострить внимание еще на том, что жир, неважно, какую часть мяса вы покупаете, он должен быть белого цвета. Это будет говорить о том, что говядина у нас молодая. То есть, если вы увидите, что жир желтого цвета такого неприятного, то это уже будет говорить о том, что возраст там приличный. И поэтому, соответственно, мясо будет более жесткое. Кто-то любит пожирнее, пожалуйста, жир можно оставлять. Он, в принципе, свою даст пикантность при приготовлении, он будет плавиться, давать мясу сочность. Кто хочет сделать более такое постное диетическое мясо, жир, конечно, можно удалить, срезать, использовать его как угодно. Допустим, фарш и сделать котлеты. Ну, поехали. Вот у меня кусок мяса. Я ничего сверху не буду делать, не буду его как-то там по-особенному разрезать. Все, мы его сейчас будем мариновать. Я не использую какие-то там сверх покупные там особенные соуса. Все приближенно к тому, что у нас есть. Почему? Потому что мясо должно оставаться мясом. Я его никогда не забиваю, не хочу забить какими-то там особыми пряностями. Поэтому соль, перец и розмарин, опять же, почему? Потому что его очень много. Его можно купить, как говорится, впрок, насушить, что сделал я. То есть его можно выращивать у себя дома, срезать, высушивать вот таким вот образом. Свои свойства, запахи он не теряет и придаст дополнительную изюминку нашему мясу. Поэтому, опять же, никаких там масляных каких-то там специй я вообще никогда не использую и вам не советую. Все очень просто. Солим, перчим, немножко розмаринчика и все. Мы должны подчеркнуть, мы должны подчеркнуть, что основным ведущую роль в нашем блюде будет играть мясо. Если мы хотим придать какую-то пикантность, мы можем использовать красное вино. Красное сухое вино, буквально миллилитров 30, я думаю. И масло. Масло, опять же, можно использовать обычное растительное, можно оливковое. Это уже на ваш вкус. Оливковое, оно подороже, конечно, но оно более насыщенно и усилит, скажем так, наше блюдо. Поэтому можно оливковое. Но, опять же, можно и растительное. Это не принципиально. Всегда должны помнить, что ведущую роль у нас все-таки отведено мясу. Мы его обжариваем на сковороде и закидываем его в духовой шкаф, хоспер, мангал. Если мы дома, то это, пожалуйста, духовой шкаф. Мы живем в частном секторе, то это можно продолжить на мангале. Почему продолжить, объясню чуть позже. Сейчас мы обжарим. Сковородка нам нужна, и обжарить нам на сковороде нужно обязательно, потому что это пригодится нам в дальнейшем. Так, мы приступаем. Мы приступаем к обжарке. Все, мясо у нас готово. Именно эта часть, она неприхотливая. Самая неприхотливая. То есть ее можно прямо вот сходу поперчить, посолить и жарить. То есть если мы будем использовать другие части, там, конечно, нам в зависимости от блюда, если это не тушение, то нам, конечно, желательно его подмариновать, чтобы оно немножко полежало и напиталось. Обжариваем с каждой стороны, то есть нам надо придать цвет. Почему сковородка? Мы здесь будем готовить соус. В процессе приготовления у нас начинает происходить реакция. Мела на единообразование. То есть белок начинает сфорачиваться. Часть, которая выходит, она остается на сковородке. Вот, в виде таких, скажем, пригорелостей, да. Вот эти пригорелости нам как раз-таки нужны. Придать соусу такой насыщенный, насыщенный мясной вкус. Это очень важно. Поэтому мы и готовим в сковородке. Что мы будем использовать для салата? Для салата мы можем использовать все, что угодно. Все виды салатов я всегда стараюсь использовать как минимум пять. Почему? Потому что каждый сорт, он имеет свои характерные вкусовые, питательные свойства, которые по чуть-чуть отдают блюда. Так, мясо мы обжарили и отправляем мясо в духовой шкаф. Я буду это делать в хоспере. Это дровяная печь, которая работает за счет углей. То есть в бытовых условиях это может быть, опять же, обычный духовой шкаф. Просто у меня его нет, поэтому я использую. Поэтому использую то, что у меня есть. Это хоспер. Мясо у нас будет готовиться недолго. Если вы делаете это в домашних условиях, то есть это достаточно 200 градусов, обязательно в разогретый, ни в коем случае мясо, курицу, утку, там, неважно. Всегда духовой шкаф должен быть разогрет. Если вы ставите в холодный, ну, это не очень хорошо. Поэтому 200 градусов, я думаю, что минут 10-15, в зависимости, каких предпочтений вы любите. Если вы любите мясо порозовее, да, посочнее, то профессиональным сленгом «медиум», то это порядка 10 минут. Да, если вы любите чуть-чуть мясо более прожаристым, там, до состояния «medium well, well done», то, конечно, мясо подержите подольше. И не забудьте, когда вы достанете, чтобы оно полежало, отдохнуло. Вот. Это очень важно. Если мы сразу начнем, как только достали с духового шкафа, мясо резать, будем выпускать сок. Да, почему? Потому что при выпекании мясной сок концентрируется за счет давления, концентрируется в середине, и мы должны его немножко подержать, чтобы этот сок распределился по всему мясу, точнее, чтобы потом при нарезании у нас не вытекал сок, и мясо не теряло свою сочность. Продолжаем. Соус. То есть мясо у нас запекается, у нас процесс не останавливается. Вот у нас сковородка. Мы ее не моем, мы с ней ничего не делаем. У нас эта пригорелость, как и повторюсь, очень нужна. Мы добавляем красное сухое вино. Процесс называется деглазирование. Это придумали не мы, это классический французский прием. Я использую дижонскую горчицу, она очень доступная, она тоже недорогая. Горчица к мясу очень-очень хорошо подходит. Соус простой, не надо его там выпаривать и тратить кучу времени, он готовится очень-очень быстро. Слегка-слегка подсаливаем, слегка. Не забываем, что здесь жарилось мясо, и, естественно, перец, соль, который мы использовали при мариновании, оно тоже есть здесь. Поэтому лучше присолить чуть-чуть и приперчить. И потом мы попробуем, лучше, если что, добавим. И сливки. Обычные, обычные молочные сливки. Домашние, покупные. Тут как бы значения не имеют. Что сделают сливки? Сливки, они немножко смягчат вкус. Вкус, он не будет таким резким, потому что, если мы оставим все как есть, конечно, вино, горчица, они будут немножко рисковатые. Мясо у нас нежное, молодое. Вот, все. У нас ушло на это всего там 2-3 минуты. Не надо никаких кетчупов, не надо никаких покупных, беснословных, там, каких-то соусов. Вот, пожалуйста, в домашних условиях за 3 минуты мы сделали классный французский соус. Чем не ресторан? Так, соус у нас готов, поэтому я хочу посмотреть, что у нас с мясом. Мясо всегда, оно разное. Мясо всегда любит, чтобы за ним приглядывали и смотрели. Поэтому я лучше посмотрю, чем буду ждать просто 10 минут и ровно-ровно через 10 минут переверну. Нет, лучше мы посмотрим, всегда будем за этим, как говорится, приглядывать, чтобы у нас ничего не случилось. Так, вот мы смотрим, да, и понимаем, это очень важно, потому что мясо может быть разное, толщина нарезки может быть разная. Поэтому все, что я могу сказать или где-то вы прочтете, и не всегда надо верить. Все-таки лучше немножко секунду времени потратить и посмотреть, в каком состоянии у нас находится мясо. Да, если оно живое и еще играет, значит, ему надо еще постоять. Нажатием пальцев или щивцов мы определяем степень готовности того или иного продукта, в зависимости от ваших вкусов. Можно правила руки использовать, начиная от мизинца и к указательному пальцу. К мизинцу самое жесткое получается, это уже well done. То есть от пальца здесь мягкое, потом степень, степень, степень и здесь самое жесткое. Это уже все. Я такое не рекомендую, потому что все-таки медиум, почему оно широкораспространенная такая степень прожарки? Потому что вот именно в этой прожарке мясо раскрывается лучше всего. Лучше всего. Мне надо еще, наверное, минут пять максимум. Я не буду тратить попусту это время, а приготовлю салат. Вся зелень местная, вся зелень локальная. Я не покупал это в супермаркетах. Я пошел на рынок, купил это на рынке. Мясо все-таки, какое бы вы ни выбрали, это все равно тяжелое блюдо. И овощи, зелень – это самое лучшее к мясу, чтобы потом не ощутить после нашего застолья такую тяжесть. Всегда рекомендуются овощи, фрукты. Если это большое застолье, то в конце обязательно фрукты. Овощи и фрукты – это такой ассорбент, который позволяет нам все переварить безболезненно. Я никогда ее не режу, я никогда ее не рву. Использую, как вы видите, молодые побеги. То есть чем мельче трава на рынке, тем она будет сочнее, тем она будет приятнее. Чем трава крупнее и таких размеров, как правило, это уже перезревшая трава, она может где-то горчить. Я ее аккуратно перемываю. Если мы заправляем какой-то заправкой или оливковым маслом, это надо сию же секунду отправлять на стол. Потому что чем дольше оно будет в масле, масло, как правило, это уже будет иметь соль, какие-то соль, перец. Под воздействием соли листья начинают терять свой внешний вид, уже не будет того хруста. Поэтому я стараюсь все-таки перед подачей поливать оливковым маслом, либо же какой-то заправкой. Если кто-то не представляет свою жизнь без соуса майонез, пожалуйста, делайте это перед тем, как салат подать. Что мы используем? Мы используем обычный томат и обычный ялтинский лук. Все, больше ничего не надо. Это самые неприхотливые, незатейливые и простые продукты, которые у нас есть. Форма нарезки какая угодно. Можете нарезать кубиком, можете хоть треугольником. Главное, наверное, не мельчить. Потому что чем мельче вы нарежете, те же помидоры, к примеру, он быстрее будет пускать сок. И такой у вас потом получится водянистый салат. При выкладывании на тарелку помните, что это композиция. Это наш холст. Мы художники с вами, мы должны это сделать все красиво, чтобы гость наш видел, что мы используем, видел каждый ингредиент. И ялтинский лук. Лук это вообще специфический продукт. Хоть репчатый, хоть ялтинский. Поэтому я стараюсь, что бы я ни делал, даже когда я готовлю плов, я стараюсь это делать максимально тоненько, тоненько, тоненько. Или там супчик вы делаете. То есть не все же любители лука. И если он будет слишком толстый или нарезан некрасиво, неправильно, он будет такой неприятный оставлять. Я люблю много лука, поэтому я вот сейчас использую его много. Кто-то может меньше использовать. А сейчас мне надо посмотреть, что с моим мясом. Вот. Проверяем. Все, меня оно устраивает. Все. Мы его достали. Мне надо, чтобы оно отдохнуло. Чтобы сейчас концентрация сока находится в середине. Если мы сразу же начнем его резать, то есть как только начинаем механическое воздействие, сок начинает выходить. То есть нам этого не надо. Нам надо, чтобы этот сок сейчас равномерно распределился внутри куска, каждого из кусков. И чтобы вот эти потери, они были минимальны. От этого будет зависеть качество выходящего продукта. Поэтому 3-4 минуты мы ему даем остыть, отдохнуть. Если это у вас займет чуть больше времени, то вы можете взять обычную фольгу. То есть если это у вас... Чувствуете, что вы не успеваете, там это займет у вас минут 10. Можно мясо накрыть фольгой и спокойно, не торопясь, доделывать то, что вы не успеваете доделать. Главное помнить, что торопиться нам не надо, и нам надо сделать все максимально качественно, красиво и аккуратно. По поводу салата, да. У нас есть тут томаты, есть листья, есть лук. Я хочу предложить еще посыпать орехи. Почему? Потому что орехи очень полезны, орехи доступны, их множество. Я использую вот прям все, что есть максимально. Не только дорогие кедровые, там фундук, кешью, но еще обычные тыквенные семечки, арахис. Сейчас ассортимент просто сумасшедший, колоссальный. Все будет зависеть только от нашего вкуса, от нашего бюджета. Я использую черный кунжут, тыквенные семечки и кедровый орех. Мы прям салат посыпаем и поливаем оливковым маслом. Оливковым маслом. Немножко даем перчиком. Если есть возможность, используйте дома мельницу. То есть не покупайте перец уже молотый. Почему? Потому что перец раскрывает весь свой аромат, когда он только-только свежего помола. Немножко присаливаем. Все, наш салат готов. Мы можем салат оставить таким образом. Мясо порезать мелко и сделать из него такое на двух, на трех человек. А можем сместить его ближе влево или вправо и кусок сбоку. Это уже будет у нас блюдо полноценно. Я сейчас сделаю блюдо, но опять же напомню вам, что из этого можно сделать компанию трех человек. Берем наше мясо и нарежем. При нарезании мяса обратите внимание на рисунок. То есть здесь, если мы видим расположение волокон, нам резать надо обязательно поперек, не вдоль. От этого будет зависеть его жесткость. Поперек волокон мы разрушаем его структуру. Вот мясо полежало, оно даже у меня не медиум, а получился медиум вэл. То есть цвет мяса, видите, развины никакой нет. Опять же смотрим на волокна и режем поперек. Все, и аккуратно, аккуратно выкладываем наше мясо. Последний кусочек мяса. Опять же, всегда помните, да, по правилам волокон это очень важно. От этого будет зависеть успех. Можно сколько угодно готовить, следить, чепетильно к этому относиться. И если мы с вами неправильно порежем, это будет фиаско. Теперь мы поливаем нашим соусом, который в это время настоялся. Поливаем мясо. Все, он должен его, если угодно, пропитать. Прям каждый кусочек поливаем. Не надо заливать всю тарелку. Презентация – это самое важное. Что это наш холст. Все должно быть красиво, все должно быть аккуратно, все должно быть изысканно. Это все можно сделать дома. Просто надо быть немножечко художником, немножечко терпеливым и немножко аккуратным. И все. И наш обед или ужин, как угодно, можно превратить вот в такое достойное ресторанного уровня, скажем так. Это все очень просто. Что еще могу предложить в плане декора? Вот у меня есть такие вот вещи, которые я делаю сам. В данном случае это пыль из моркови, пыль из зелени. Она придаст любому блюду дополнительное украшение. Плюс это можно использовать как элементарную специю. Просто она будет натуральна. Если это морковь, у него будет приятный сладковатый вкус. Если это зелень, то это будет просто насыщенная такая зелень. Я бы присыпал немножко зелени, потому что это все-таки мясо. И сделаем окантовочку. Еще можно использовать чипсы. То есть, если вы купили и каким-то образом у нас кусочек остался кусочек кабачка или баклажана, или мы делали морковный фреш, и у нас остался вот этот так называемый жмых, ни в коем случае это ничего нельзя выкидывать. Из этого можно делать замечательные вот такие чипсы, как говорят, безотходное производство. Оно должно быть не только в стенах ресторана, но, естественно, должно быть дома. Каждый продукт, неважно, то это кусочек хлеба или там кусочек помидора, это все наши деньги. Из этого можно сделать какую-то такую уникальную вещь. И вот такая микрозелень. В общем-то, наше блюдо готово. Помним всегда, что эксперимент – это не всегда плохо, это не всегда страшно. Немножко иногда надо отходить от традиций, потому что эксперимент, он нам не просто позволит создать что-то новое, он нам позволит проявить интерес или возродить интерес к приготовлению. Если у кого-то была к этому страсть, и она слегка угасла, поэтому эксперимент – это всегда круто, это всегда хорошо. Особенно с теми продуктами, которые у нас под рукой, даже самые простые. Помните, что из них можно сделать невероятные, интересные и, что немаловажно, вкусные такие вот вещи. Так что не бойтесь, дерзайте, у вас все получится. Приятного всем аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!